Как вы думаете, успокоятся ли они, если удастся у них атака на Северодонецк? Или нет, поползут дальше? Нет, конечно. Российская армия успокаивается только там, где ее успокаивают. То есть они остановятся там, где их остановят. Ну а скажите, пожалуйста, какова ситуация у ваших соседей? Помните, мы в прошлый раз с вами говорили о том, что, судя по всему, российское командование оставило планы одновременной операции по захвату Луганской и Донецкой областей и решили сосредоточиться исключительно на Луганщине. Там есть признаки того, что они пойдут дальше? Или там они завязли совсем? Или они не предпринимают усилий? Нет, усилия предпринимают однозначно. Мы вот тем сдерживающим фактором, которым является сейчас Луганская область, тем форпостом, мы все-таки даем возможность с одной стороны нашим войскам, там, где Харьковская область, более спокойно проводить зачистки наших территорий, проводить деоккупацию. С другой стороны, Донецкая область тоже имеет какую-то возможность чуть-чуть больше времени, чтобы построить больше защитных сооружений, чуть-чуть больше закопаться. Но дело в том, что нельзя сказать, что в Донецкой области все тихо и спокойно. Тоже постоянные обстрелы, ракетные удары, авиаудары, постоянные попытки прорыва в районе Лимана. То бишь, ну, видно, что на Луганской области не остановится однозначно. Вторая будет задача у них это пройти Донецкую область. А вот скажите, пожалуйста, все-таки, какое ваше ощущение, какое мнение складывается у вас относительно боеспособности российской армии? Какие-то выводы русские для себя сделали, чему-то научились, как-то изменили тактику боевых действий? Или, как говорят некоторые эксперты, все это идет по накатанной колее? Тут нельзя дать простой ответ. Объясню, почему. С одной стороны, конечно, Белогоровка показывает, что российские командиры все равно твердолобо наступают на советские грабли и операции проводят по шаблонным каким-то параметрам и, обжигаясь, все равно двигаются в том же направлении. С другой стороны, все-таки у нас в Луганской и Донецкой области здесь же война не останавливалась начиная с 2014 года. То есть пока вся Украина жила мирной жизнью, Луганская и Донецкая области жили в таком состоянии войны. И у нас эту войну мы видели и чувствовали 8 лет. Поэтому здесь и войска немножко другие. Айланеровцы более озлобленные. Они ведут себя, в принципе, как кадыровцы. То бишь с особой жестокостью, ненавистью относятся к местному населению. Да и мы, собственно говоря, видим вот сейчас по манере их ведения боя. Они просто стирают. Вот эта тактика выжженной земли военным каким-то, я не знаю, военной тактикой, военным искусством каким-то. Вот они не могут пройти наши войска и нашу линию обороны. Поэтому что они делают? Они просто все расстреливают, все забрасывают бомбами, ракетами. А потом уже, когда ну просто остаются от домов только одни стены, то они потом уже как бы спокойно пытаются заходить. А почему так с ЛНРовцами? Что их так, не знаю, злит? Да тут две составляющие. Первое. Кто такие эти войска ЛНРовские? Это все-таки пролетариат, который пытается восстановить социальную несправедливость. То есть это же не бизнесмены в прошлом. Просто полуалкоголики, полу какое-то недоразумение, которым вдруг случайно вот так судьба сложилась, что самым отпетым двоечникам в школах дали в руки автомат и сказали, ну а теперь вы можете, собственно говоря, получить все, что хотите с оружием в руках. И никто им не может дать отпор среди местного мирного населения. Они получили возможность на блокпостах отжимать все, что хотят, не получили возможность заходить в какие-то фирмы, получать им машины, деньги и так далее и тому подобное. С другой стороны, все-таки к ним россияне, российская армия, относится как к отребью, как вот именно к расходному материалу. То есть их очень презрительно и пренебрежительно к ним относятся. И бросают в бой как расходный материал в том числе. Поэтому они вот эту всю свою злость, знаете, совокупность Шарикова, вот они вот это вот пытаются выбросить. Помните же, как по профессору Преображенскому, да, когда Шарик говорил, что ну вот почему он котов уничтожает? Ну вот просто потому, что вот такая вот ненависть у него. Собственно говоря, и здесь так. Вот они выбрасывают эту злость. Это знаете, когда ловишь за руку алкоголика и спрашиваешь, почему он разбил витрину магазина, он же не даст ответ. Он не знает. Ну вот он просто вот ненависть свою выплеснул. Вот так происходит с ЛНРовцем. Скажите, нет ли вот тут некой противоречия? Эту тему уже не раз поднимали в средствах массовой информации. Вам, по-моему, тоже пришлось на этот вопрос отвечать. Вот с одной стороны, смотрите, ЛНРовцы, ДНРовцы, так называемые, воюют ожесточенно, жестоко. А с другой стороны, вот есть протесты их жен. Женщины там в ЛНР и ДНР протестуют против отправки мужей на войну. Не-не-не, тут нужно делить ЛНРовцев и ДНРовцев, которые воюют в восьмой год. А, собственно говоря, это те вояки, которые сразу пошли против Украины с оружием в руках. И разделять вот тех свежемобилизированных. Вот сейчас протестуют жены именно свежемобилизированных. То бишь, была какая-то компания или какое-то коммунальное предприятие. Туда зашли какие-то люди в форме, позабирали мужчин и отправили их воевать. Хотя они воевать не умеют, они не хотели, они не записывались ни в армию, никуда. И, соответственно, умирать они не хотят за ЛНР. Поэтому вот тут именно протест идет жен, матерей, сестер, не знаю, неважно кого, свежемобилизированных. А те, которые воюют давно за так называемый ЛНР, ДНР, там протестных настроений нет. Они живут за счет мародерства. Поэтому там жены это принимают нормально. Субтитры создавал DimaTorzok